всем привет друзья весна у нас типа начинается но не совсем плюс два с половиной сейчас показывает может тут не очень точно но градуса 3-4 тепла 24 апреля едем на оффроуд я как обычно был занят немножко с утра и отстал отстал от нашей банды и сейчас попробую догнать не знаю как у меня это получится по этой ровной красивой правительственной трассе даже знаки тут 80 повесили уже почти лето все сместилось я бы сказал даже не на месяц наверное уже больше просто конец апреля и такая холодина четко помню в детстве в конце апреля 1 мая купались даже в днепре не какой-то там не в каком-то там озере ну да была вода свеженькая но тем не менее было жарко было все по-другому что-то происходит с климатом я уже много раз говорил но шли дожди сейчас оффроуд не знаю удастся ли мне кого-то догнать и показать вам его ну будем надеяться в общем лечу сегодня у нас ржищев это четкое место мы там были по зиме когда не хватало даже ниве клиренса в стоке чтобы ехать поэтому снежному покрову лед был очень толстый который выдерживал рейндж ровер чем была суровая жесткая зима сейчас суровая жесткая весна будет только что снег шел теперь тут же солнце думаю там он тучи висят пойдет час опять набрал ребятам шансы догнать есть пока они там доедутся берутся обратите внимание какая дорога идеально ровно даже без латок отбойнички все все как для людей так 170 почти индекс шин у нас 170 быстрее не будем ехать смотрите т5 серьезный серьезный автомобиль 140 150 пошел ему еще сбил скорость стеклоподъемник умер правый передний задние уже менял и передний кажется один раз менял ну да два раза точно менял стеклоподъемники то что раньше у бмв никогда не ломалась но имею ввиду настоящих бмв которые до 2000 года выпускались это тоже настоящее ну такое впечатление срок службы вот был где-то лет примерно ей сейчас 20 21 вот в мае срок службы лет 15 это вот она рассчитана но это неплохо по современным меркам но по меркам настоящих бмв это конечно не то вот ломается все ручки ручки открывания дверей уже рассказывал несколько раз не помню каких-то роликах что внутренне что наружное то есть там тросик там другая ручка из силу мина наружная такая хрупкая вот она два раза уже сломалась потом что еще но там тур про турбину я не хочу уже повторять которую мы чинили были ветер боковой которую мы чинили 7 раз потом я купил просто хорошей свежей немецкой машины в идеальном состоянии кто-то ее менял недавно и все и забыл об этой проблеме с изменяемой геометрии турбина не знаю чинят у нас люди умеют там кто-то ну говорят есть заколдованные автомобили типа моего на которую не удалось оживить причем я в нескольких местах делал бесполезно столько денег потрачено было бред вообще какой-то да трансмиссия крепкая ну коробку коробка чинилась лет десять назад десять лет вот езжу без вопросов коробка принципе неплохая мотор пятьдесят седьмой легендарный только смотрел видео про него коротенькая подписывайтесь на наш тик ток и на канал оффроуда очень много разнообразного ну и не только оффроуда и ретро и все что угодно и легковой оффроуд 57 мотор наш легендарный с 98 по 2010 выпускался самое удачное там три типа объема было у него ну два два объема которые около 3 литров там незначительно отличались на кита десятки кубиков и один был 2 и 5 но самый удачный вот который здесь стоит вам скажу действительно мотор вообще без вопросов вот я езжу на этой машине 13 год или 14 ну давно в общем и по мотору вопросов действительно нет я вам скажу больше даже форсунки за все это время я заправляюсь на любой заправке нету там каких-то привязанностей что какая-то там лучше хуже какие-то премиум там на которых цена умноженная на 2 и даже по форсункам не было вопросов тнвд один раз менял я в общем такая ситуация что еще ломалась пружины лопались но это было жесткий жесткий оффроуд сторону мой дальше хмельницкого как же там город забыл называется хотели мы купить ушастый ездили с бородачом есть там видео на канале с бородачом с валерой саней из четырех пружин три осталось после той поездки три живых но мы так подгружены были ехали за ушастым запорожцам ну попали в гололед жесткий долго ехали и конечно макса не хватало тогда если был макс то мы его купили бы так я не купил его хотя был неплохой но как запорожец такой надо было прикладывать руки но ушастый в оригинале какой-то 74 год был можно было его оживить в общем бх-7 легендарная но есть у нее недостатки так вот наша развязка сейчас мы поедем прекрасный город ржищев радость семерочка конечно дарит все прощает все вот эти я и в смысле прощаю все ее эти моменты ненадежные отрицательные она дарит действительно удовольствие своей динамикой управляемостью комфортом все это перебивает вот эти мелкие недочеты действительно мелкие принципе мотор трансмиссия достаточно хорошая есть какие-то там небольшие проблемы блин как красиво все зеленеет вообще смотрю там оффроуд попадается ребята еще там по снегу буквально недавно катались уже снег у них даже растаял предлагает оффроуд уфа инстаграм жестко там они шишиго утопили проехали заправочка он сзади на которой свите и мы заправлялись на обратном пути на легендарном бежевом уазе по этой дороге тут тогда был четкий оффроуд минус три колеса но очень запоминающийся бывает конечно у нас всегда запоминающийся но бывает особо четкие дни не знаю какой будет сегодня но должен быть хороший я думаю будет будет сады цветут всегда холодно когда цветут вот примета народная так оно и есть памятник привели в порядок красиво все парк да в это время уже не такая обычно погода я как зимой одет в куртке в той же да вспоминаю как мы тут на уазе летели с витей в лютую зиму как-то или дорогу сделали или машина другая полностью другие ощущения прозвенел звоночек убыки есть такой за и не оповещение два с половиной градуса тепла там когда меньше меньше трех градусов ниже трех происходит это оповещение что водитель был готов к неожиданностям вот и ржище красиво как тут вообще просто эта сторона красивая как никогда сегодня ямы как никогда глубокие все в прогрессах в основном вот она каневское водохранилище но это залив наверно дальше видно там очень красиво вот и банда спускают колеса серьезный сразу сейчас мы всех увидим сразу всех увидим вот какой-то человек новый а вот тоже серьезный боец так ну что паркуем тут машинку и дальше уже с маньяками оффроудными андрюха что ты него перепрошиваешь там покажи не верю он видишь она уже перепрошил короче за перепрошел не заводится проси у зрителей зрители не знаете на самом какую прошивку заливать у него в оранжевую с красной не подходит может зеленый залить если попробуй с зеленой если с зеленой с зеленой свечи заливают видишь не получилось а вот это Нива на Нива такие колеса не становятся и моста такого нету у Нивы и запаски ж нету у Нивы сзади что ты рассказываешь это на правда похоже да на правда похоже на правда похоже на камера штрис стопаки такие же ты видишь запаска так же расположена стекло такой же релинги это спасательный круг так какие спасательный круг а колеса сиськи все нормально а у кого колеса так стоят можно по походке понять кто это я не был смотри съехал с асфальта и сразу и страшно стало трамблер купили постой как стоишь трамблер ты за мальчик стой стой не надо подожди глянь поменяли уже трамблер а чё как вы так быстро а так быстро а что там электронная да конечно машина с флагом клеит уже ух какая машина какая шикарная так можно с вами блин или нет не нельзя дайте хоть проехать блин о бардачок тут то хотел но в ней не хватило не хватило денег это ух какой руль шикарный ты видел какой руль саня шестерочный я завожу я к этому привык я вчера заводил долго что-то не то что-то не то Руслан сел в машину говорят Руслан сел в машину нету искры за коммутатором едьте неудобная машина для съемки капот не с той стороны прикрутили надо руку менять может твоей рукой заведется не хочет все равно нашли проблему не это не зарекайся не зарекай вам можно поехать трамблёр отдать обратно да ну конечно что оно не подключено я же один да ты сразу подозревал я видел я сказал сразу что проблема что-то нет так вот так она и ехала через раз сдачи кайхола нет вообще выхода заводить она приехать не может подожди не может приехать подожди это сейчас его током дали не надо есть есть искра есть забры руки Рус заводить да смотри там чтоб я заведил давай вот она я вчера тоже заводил машину второй день подряд завожу что-то класс красавчики починили иголочка спасла иголочка да спасла вот она трамблёр не при делах короче запасной запасной слышишь а я знаю кому трамблёр нужен Андрюха не мне тоже нужен на залупас он подходит друзья всем привет кому нравится такой сервис обслуживание можно воспользоваться да можно хаммер снять опровод школа внедорожник в прокат вот номер телефона можете обращаться вот Русланчик рекламирует Русланчик лучше рекламируй как-нибудь вот это один из автомобилей есть уже два автомобиля нива и патрол готовы и поехать с нами и запорожец есть такого же цвета есть много автомобилей разновидности практически каждый автомобиль можно взять в аренду да поэтому набирайте звоните и и поедете с нами путешествие тут такой интересный уаз с оригинальным решением каким зеркала как вынесены красиво так ну нива огонь запчастей зато теперь у тебя все есть да ты что сдурел давай за 700 давай за 800 смотрите какой царский подгон зеркала вы видели новые на уазе спасибо людям добрым подогнали вот вся банда рэнш уже на месте все вылетаем сейчас такой царский подгон зеркала витина на новый уаз